Свечи памяти, которые зажгли накануне праздника, горели в память о всех прошедших войну и не вернувшихся с нее. Это память нашей Родины, нашей России. У каждого из нас есть родственники, которые погибли, без вести пропали. У меня дедушка погиб неизвестно где, где-то под Курской дугой. Прадед воевал, один дошел до Берлина, другой не дошел, к сожалению, погиб. Думаю, что каждый человек должен принять участие. Сотни людей со свечами были видны издалека, а гудки судов в порту, которые звучали в память о всех, кто погиб, защищая Сочи, разносились по вечернему городу еще дальше. Чтобы помнили, это желание сделало акцию «Бессмертный полк» более чем популярной. Впервые с портретами своих близких, воевавших на фронте, сочинцы вышли на улицы в прошлом году. В год 70-летия Победы шествие растянулось на несколько километров. С фотографиями родных пришли и зрители. Все они прошли войну, награждены красной звездой. Дедушка в Заполярье воевал. Это бабушка моя, она в госпитале работала здесь. Это моя мама, она жива, она в 45-м работала в Севастополе на военном заводе. Во главе колонны ветераны войны в ретроавтомобилях. Если говорить о шествии в целом, то здесь буквально весь город, те, кто работает, здесь и учатся, музыканты и спортсмены. В том числе представители знаменитой уже ночной хоккейной лиги. Маршрут по курортному проспекту к стеле «Подвиг во имя жизни». Когда акция «Бессмертный полк» в этом году только готовилась, предполагалось, что в ней примет участие множество людей. Действительность превзошла ожидания. На акцию вышли по самым скромным подсчетам не менее 10 тысяч человек. Хотя реальная цифра участников, скорее всего, еще больше. Тысячи участников, тысячи историй о родных, о тех, кого они помнят и гордятся. Хочу рассказать про своего дедушку Кареткина Михаила Яковлевича. Он получил ранение, осколок, с которым он прожил 30 лет. Нашли его в морге случайно. Выжил, реабилитировался, родил детей, внуков. Горжусь за него. Праздновать в Сочи продолжил и 10 мая. На площадях прошли концерты, муниципальные музеи и кинотеатры объявили свободный вход. Инга Габейша, телекомпания ФКТ.